Я вообще сторонник организации, называть максимально просто, чтобы потенциальный клиент сразу же видел, о чем, грубо говоря, мы. Основной поток клиентов, который был конкретно с сайта, офлайн, источники, они проигрывают очень сильно интернету. Ремонт рулевых реек.рф И у нас сервис, предоставляющий услугу по ремонту рулевого управления для автомобилистов. Зону РФ мы выбрали, ну то есть я вообще сторонник организации, называть максимально просто, чтобы потенциальный клиент сразу же видел, о чем, грубо говоря, да, мы. Что за организация, какие услуги предоставляем, какие товары продаем и так далее. У нас есть еще один проект, он называется автостойки.ру. Ну там, правда, не кириллический домен, автостойки, ну тоже понятно, что простойки. Ну и естественно, когда мы начали заниматься рулевыми рейками, мы особо не изобретали опять ничего и просто решили ремонт рулевых реек. Тем более домен был свободен, и его мы и взяли, и вот до сих пор с ним шагаем уже с 2010 года он существует. То есть уже 10 лет. Практически столько же, сколько и вашему проекту. Мы занимались ремонтом подвески в основном, и основной поток клиентов, который был, да, он шел из интернета, то есть конкретно с сайта Лиды. У нас был опыт проведения, ну офлайн рекламных различных презентаций, так скажем, да. То есть на радио мы запускали несколько раз, там по два, по три месяца утюжили город наш, так скажем. Но с интернетом все равно это было несравнимо. То есть в нашей области он офлайн, источники, они проигрывают очень сильно интернету. И так как мы уже знали, что основной поток у нас все-таки будет сайт нести, мы когда занялись ремонтом рулевого управления, мы сразу же его создали. То есть одновременно произошло это. Мы начали заниматься рулевым управлением и тут же создали сайт. Ну, если бы мы были монополистами, наверное, у меня за вид, ну то есть за моей спиной несколько другой был. А так, конечно, очень конкурентная у нас ниша. Когда мы начинали, в Омске, ну я думаю, было 10 организаций подобного профиля. А сейчас, я не знаю, около сотни, наверное, да уже на каждом шагу, по-моему, там в любом гараже рейки ремонтируют. Ну, я не знаю, как бы там успешно или не успешно, но тем не менее мы в среднем, ну вот так вот если взять по году, а в день, ну около пяти рейки ремонтируем. То есть если умножить это, да, на 365, получится, что там, полторы, больше полутора тысячи в год. Мы, конечно, не монополисты, но я думаю, что у нас самый, так скажем, востребованный сервис в этой области в Омске. С автомобилями мы, ну вот я конкретно, да, имею дело уже давно, то есть я и сам их ремонтировал своими руками. Конструкторы перестали делать автомобили, ну я думаю, ну до 2010 года делали конструкторы автомобили, а потом уже больше они плясали под дудку маркетологов, да, экономистов, автопроизводителей. Ну то есть надежность во главу угла перестала ставиться и, ну на самом деле автомобили год, два, три, ну в такого возраста, то есть достаточно молодые, являются нашими основными клиентами. А вот как раз те, которые старые, они, ну они тоже, естественно, да, приезжают к нам, но вот новых автомобилей очень много прям. Ну все-таки официалы, они стараются гарантийные свои обязательства выполнять, да, они не могут отправить к нам человека, да, если автомобиль на гарантии, им приходится менять узел. То есть ремонтом рейки они заниматься не будут, потому что, ну по нормам автопроизводителей, это неремонтируемый узел, то есть они обязаны его поменять. Но нам привозят, из других сервисов, конечно, нам привозят рейки, то есть снятые, они снимают рейку, нам везут, мы ее ремонтируем, там они ее устанавливают. Вот, ну самый молодой автомобиль у нас был в Chevrolet Malibu, полгода автомобиль проездил, ему в гарантии отказали, это было, ну, наверное, в 2015 году, вот, ему отказали в гарантии, ну я не помню уже на что сослался автопроизводитель, но мы его тут ремонтировали, и до сих пор ездит. Над расширением географии мы пока не работаем, ну то есть мы сейчас открываем второй филиал в Омске, потому что не справляемся с тем потоком, да, который у нас. Открываем второй филиал, вот-вот мы его запустим. По поводу расширения географии были планы, да, ну то есть мы и домен приобретал, я с целью, ну что мы не ограничимся просто Омском, да, поэтому вот я не стал использовать название, слово Омск, да, хотя, ну, можно было бы назвать, организация называется «Рулевая рейка Омск», но домен у нас «Ремонт-рулевых-реек», вот. А так в планах, конечно, было, мы ездили, смотрели помещения даже, ну вот в Тюмень, Сургут, ну здесь как бы по нашим окрестностям, так скажем, тысячи километров, но пока вот как-то не дошли руки, если честно. А так как у нас здесь граница с Казахстаном, да, ну вот на юге Омской области, с Казахстана очень много клиентов, ну то есть они целенаправленно едут сюда, чтобы отремонтировать рейку. По поводу самоизоляции, мы не работали два дня, получается, когда только все это началось, всех закрыли, всем сказали сидеть дома, мы тоже испугались, естественно, ну там потому что штрафы сразу же озвучили, да, за несоблюдение самоизоляции. Вот, два дня мы дома посидели, потом мы, ну то есть мониторили ежедневно сайт администрации нашей Омской автозапчасти, являются предметом первой необходимости, поэтому организации, которые торгуют ими, можно открывать. Ну естественно, мы открылись, тут же подали свою организацию вот в этот реестр, чтобы нас включили, и все. То есть на третий день мы работали в штатном режиме, единственное, что клиент приезжает, машину оставляет на улице, мастер-приемщик выходит, отдает ему документы о том, что принимает ее в ремонт, забирает ключи, мы ремонтируем, также на улице отдаем. Группу ВКонтакте администрировать легче, гораздо и проще, да, то есть ей занимаются непосредственно менеджеры, которые работают там, они, то есть оперативно могут материал какой-то собрать, да, визуальные, там, видео, снять фото, написать текст какой-то, выложить пост, вот, ну, с сайтом сложнее все. На сайте гораздо реже обновления проходят, но сайт, он более, там, структурирована, что ли, информация, да, то есть может человек зайти и получить сразу же информацию о том, сколько стоит будет ремонт именно на его автомобиле, да, то есть там есть каталог, в котором все марки, модели практически, которые представлены на рынке сейчас, они включены в этот каталог, может человек зайти, выбрать свой автомобиль и узнать строимость. Например, если взять Яндекс, да, в органическом поиске мы присутствуем, например, на первом месте, да, но вот сервисы Яндекс, да, Яндекс-услуги, Яндекс-карты, да, они забивают полностью первый экран, то есть до тебя даже, до сайта могут не долистать, человек тебе позвонит, но он воспользуется, там, ссылкой Яндекса, с Яндекс-карт, например, попадет тебе, ну, либо с контекста, например, поэтому, несмотря на то, что мы в органике, как бы, у нас позиции везде высокие, мы контекстную рекламу все равно даем, потому что, ну, если брать конкретно Яндекс, да, а у нас с него, ну, около 150, наверное, посетителей в сутки, да, с Яндекса, если его конкретно взять, то, чтобы на твой сайт посетитель попал именно в органике, ну, это просто уже практически, мне кажется, нереально, не долистывают люди, они, ну, то есть первый экран полностью забит Яндексом, причем у него такие блоки широченные, да, знаете, там, с картинкой какой-то, ну, то есть если Яндекс-карты, там, картинки, картинки организации еще, потом идет Яндекс-услуги, еще там какая-то Яндекс чего-то есть, ну, в общем, сложно сказать, сайт или группа, оно все вместе, как бы, нельзя разделить это, да, оно все вместе приносит, там, кому-то удобно ВКонтакте, например, кто-то сидит ВКонтакте, находит нас через Таргет, на первом месте, наверное, все-таки это интернет, но не сайты группы, а вот совокупность, прям, ну, полностью, грубо говоря, вот этот пул ресурсов, которые позволяют найти организацию. Дубль ГИС тот же самый, да, он раньше был офлайн, но сейчас он ушел в онлайн и также тоже приносит клиентов хорошо. А сарафанное радио, конечно, да, это тоже очень хороший такой источник, бесплатный, что не может, как бы, не радовать. В общем, интернет, да, полностью, вот все сервисы, да, группа ВКонтакте, сайт, ну, вот эти вот сервисы Яндекс, Гугл, ну, в Гугл, кстати, у него практически нет, у него только Гугл-карты, да, они сбоку так показываются, ненавязчиво, а органика, она все равно у них, как бы, ну, честно выводится без всяких, ну, AdWords, конечно, там, какую-то долю забирает себе, но не так, как в Яндексе. То есть Яндекс ввел, помимо того, что они ввели вот эти вот свои все сервисы, да, на первую страницу, плюс у них еще контекстная реклама, блок, раньше было три у нас, да, сверху, вверху страницы, можно было три организации разместить, то есть три объявления, сейчас они расширили до пяти, то есть, ну, понимаете, да, сколько это место отнимает. Ну, офлайн-рекламу в плане радио, ну, мы несколько раз давали, ну, и сейчас, кстати, мы тоже, у нас она идет, но, не знаю, пока это не приносит она нам желаемого результата, реклама на радио, может быть, уже радио, потому что никто не слушает, даже вот я в машину сажусь, Bluetooth, ну, то есть, раздаю прям из Boom, там, или из ВКонтакта, или... К нам приехали китайцы на Nissan X-Trail, по-русски, вообще не бельмеса. Ну, вот, я не знаю, как там, ну, то есть, я говорю, я не перескажу, это просто надо было видеть, это, ну, прям непередаваемое ощущение. Ну, было здорово, мы, конечно, там все посмеялись, ну, и они тоже смеялись над нами, мы над ними. Ну, в итоге, конечно, мы пришли, все равно они позвонили там к какому-то переводчику по телефону, он, ну, чуть получше, чем они, знал русский язык, поэтому мы поняли, чего они хотят. Ну, в принципе, мы сразу же поняли, чего они хотят, просто мы с ними пытались договориться о том, что машину нужно оставить в ремонт, и что заберете вы ее только завтра. Вот это мы им никак не могли объяснить, они не могли понять. Ну, зачастую приезжают автомобили, ну, то есть, у нас диагностика бесплатно проводится, люди приезжают с подозрением на неисправности в рулевом управлении, да, вот у нас стучит там что-то. Ну, не всегда это рулевая рейка, да, поэтому, ну, ребята наши, то есть, мастера, они находят, ну, там, например, просто нужно гайку затянуть, да, на подрамнике, ну, болт, просто затягивают, человек уезжает, и он говорит, а что, как бы, я вам ничего не должен, они говорят, нет, все, спасибо. Ну, и вот девушки, они в основном торты привозят нам потом, после этого. Наша миссия помочь, самое главное, ну, то есть, я всегда своим сотрудникам говорю, ребята, мы должны помочь, то есть, мы не должны взять просто и отремонтировать, мы должны помочь человеку решить его проблему. Ну, я сейчас постараюсь решить проблему еще до того, как она появилась, поэтому слушайте и записывайте. Самый главный враг рулевой рейки – это ржавчина. Ржавчина. Ржавчина появляется, когда у нас внутрь рулевой рейки попадает влага. Попадает она туда через пыльники. Защитные чехлы, резиновые или пластиковые, на разных моделях они разные. То есть, если нарушается целостность пыльника этого защитного, соответственно, мы имеем влагу внутри рулевой рейки в корпусе и вал подвергается коррозии. И потом вот мелкая вот эта вот крошка, от ржавчины, да, она работает как абразив и стирает трущиеся все поверхности. То есть, втулочка вот эта вот, которая там установлена пластиковая, она быстро стирается, ну, соответственно, зазор увеличивается, и мы слышим стук неприятный. Ну, что касается гидравлических рулевых рейек, помимо стука мы еще имеем задиры сальников, потому что места вот эти вот, которые повреждены в коррозии, они, соответственно, задирают вот эту вот тоненькую кромочку сальника резиновую, и рейка начинает течь. Вот, то есть, следите за состоянием пыльников очень внимательно. Это первый совет. Второй совет, никогда, ну, то есть, понятно, что немногие сами ремонтируют свой автомобиль, да, ну, просто хочу посоветовать вам следить за тем, чтобы при регулировке развал схождения колес мастер не завернул пыльник, они зачастую грешат этим, то есть, они тягу крутят, а хомут не ослабляют. Соответственно, пыльник заворачивается так, ну, его сразу же видно будет, да, и если вы увидите такое, сразу же скажите слесарю, там, мастеру, механику, кто делал развал, мне так не надо, мне вот сделайте, чтобы пыльник ровненько стоял так же, как я, когда приехал к вам, чтобы, то есть, ровненько. Это второй момент. Третий момент, это никогда не используйте пластиковые хомуты для фиксации пыльников защитных, потому что он не способен закрепить, ну, то есть, достаточно надежно и плотно пыльник, прижать его к корпусу рейки, чтобы туда не попадала влага. То есть, используйте только специальные хомуты для рулевых рейк, которые надежно закрепят пыльник. Можно угробить рулевую рейку просто за несколько секунд. Многие паркуются во дворах, да, когда они переезжают просто через бордюр, и если это сделать плавно и аккуратно, то можно обойтись без последствий. Но если, например, мы вывернули колеса в одну сторону, и так, ну, нормальное ускорение придали автомобилю, то рейка может пострадать, вал просто погнется, и, ну, вот, своими действиями, грубо говоря, там, такими необдуманными, вы облегчите кошелек свой на приличную сумму. Ну, потому что ремонту такая рейка уже не подлежит, тут только замена. Ну, либо вал можно заменить, но вал тоже удовольствие недешевое. Ну, естественно, у нас флагманом надежности признана Тойота. За ней, я не знаю, ну, по крайней мере, пока они не перестали являться флагманами надежности. Тойота, Лексус на первом месте, естественно, по надежности. А самые ненадежные, наверное, все-таки китайские автомобили. По поводу рулевых рейек на Мерседесах и на БМВ, да, они там так интересно установлены, они стоят далеко, ну, то есть от перегородки моторного отсека, от салона, и поэтому их не слышно. Ну, грубо говоря, люфт у нас уже есть, но мы его не слышим, потому что рейка так установлена далеко, и они, как правило, приезжают, когда уже все там неремонтопригодно.